всем привет сегодня хотелось бы поговорить об так называемом и венкийском костре рассказать о нем поподробнее свой личный опыт то чему научился от разных людей в свое время сегодня хотелось бы остановиться на каких-то подробностях которые думаю будут многим интересны этот костер который называют и венкийским он же лесной таежный охотничий как угодно его можно называть дело не в этом является одним из моих любимых костров в топ-3 входят тех костров которые очень люблю и которые использую чаще всего его можно жечь из чего угодно его можно жечь из какого-то сухостоя который визобил любом лесу находится его можно лить и жечь из валежника который также в лесу просто полно техника сжигания этой древесины сухой и той которую мы взяли с земли валежника она несколько отличается вот но об этом чуть позже я подробно расскажу первый вопрос который возникает вообще когда же этот костер жечь уместно каких случаях он полезен первое это длительная достаточно стоянка когда вы останавливаетесь на отдых это часа три-четыре и плюс это дневка там и так далее для каких-то коротких остановок привалов этот костер конечно же не нужно ставить потому что на два-три часа можно он сучков вокруг наломать просто в кучу свалил возле него посидел и собственно и все этот костер для длительного отдыха и для ночевки следующий вариант это когда вы делаете этот костер в том месте куда вы планируете вернуться или можете вернуться этот костер легко разбирается ставится горящими концами к верху на какую-нибудь валежину затухает и затем достаточно быстро собирается снова в работоспособное состояние где-то за 5-10 минут он снова ходит в тот режим отдачи тепла который нам необходим ночевка у этого костра вдвоем на мой взгляд такое весьма сомнительное удовольствие потому что но вдвоем тут можно расположиться только каким-то вот таким вот уголком либо постоянно отменяться местами если спать параллельно этому костру но как-то это не очень удобно на глубоком снегу этот костер лично я жечь не рекомендую у меня был опыт я пробовал валежину под глубоким снегом найти во-первых очень сложно если вы ее нашли ее надо откапывать снега зимой сантиметров 70 метров и даже больше может быть пока вы эту валежину откопаете уже устанете мало того что надо валежину откопать необходимо расчистить вот все пространство которое находится сзади за этим нижним бревном для того что будет обеспечить расположение бревен именно вот такое то есть горящие концы находятся выше чем нижние концы которые не горят при глубоком снеге сделать это достаточно сложно если делать костер не на валежине использовать в качестве нижнего бревна выпиленный какой-то кусок древесины там до комлевая часть сушины которую вы заготовили либо там какая-то вот зависшая валежина вы от нее взяли кусок что произойдет примерно через час после того как вы развели этот костер и нижнее бревно и угли которые значит здесь вот образуются снизу начнут естественно в снег проваливаться вместе с нижним бревном будут опускаться вниз вот эти горящие концы и в конце концов костер эвенкийский превратится в костер полинезийский там где горение происходит где-то вот внизу в яме концы которые не горят они смотрят вверх как хвост у павлина опыт у меня был мне совершенно не понравилось как горит этот костер на глубоком снегу он теряет вот весь тот смысл который изначально в нем заложен поэтому костер этот он уместен когда снега нет либо снег неглубокий есть возможность достаточно быстро и без лишних усилий прочистить себе место и для самого костра и для лежанки которая будет использоваться для ночного отдыха естественно бревно укладывается параллельно месту вашего сидения или место вашей ночевки с тем чтобы тепловой фронт потом распределялся равномерно в качестве нижнего бревна можно использовать любое дерево валежину которое уже лежит на земле диаметр вот этот нижнего бревна оптимальным я считаю это сантиметров наверное 20-25 если это бревно сухое вы свалили какой-то сухостой то вам этого нижнего бревна диаметром 20 сантиметров хватит примерно часа на три потом в центральной части это бревно перегорит и вам необходимо будет его чем-то заменить поэтому если собираетесь возле костра ночевать и вам нужно возле него провести ночь зимой это ну часов 14 16 вам необходимо если вы используете сушняк вот прямо сухое дерево вам необходимо иметь как минимум четыре вот таких вот нижних бревна диаметром сантиметров 20 поэтому лучше ими сразу запастись валежник который лежит на земле он конечно же более влажный он перегорать будет достаточно долго валежина диаметром сантиметров 20-25 полностью перегорит где-то часов за 6-8 в зависимости от того насколько это интенсивно будет гореть ваш костер возле нее какой длины делать верхние бревна вот такой вот танкомер который в толстой части ну сантиметров на 7 сразу делаете метра 45 ну и потом чем толще тем соответственно можно делать покороче бревна сантиметров 10 10-12 может быть диаметре следует делать около четырех метров если вы собрались возле этого костра ночевать если вам возле этого костра не ночевать только отдохнуть достаточно длительное время то бревен толщиной сантиметров 10-12 и длиной 2 2 с половиной метра вам хватит часов на 5-6 сколько бревен необходимо для того чтобы сделать этот венкийский костер сам для себя сделал вывод такой что если вам необходимо возле него просто сидя отдохнуть напротив этого костра то вполне достаточно 3 бревен толщиной ну где-то около 10 сантиметров если вам необходимо возле этого костра сидеть уже где-то группой там два-три человека то фронт обогрева соответственно должен быть шире и необходимо уже делать пять шесть семь бревен если вы возле этого костра собираетесь спать то необходимо делать но не менее пяти бревен чтобы фронт обогрева был достаточным чтобы у вас не только но ваша средняя часть туловища до обогревалась в голове и ногам тоже было тепло сегодня я буду просто сидеть возле этого костра напротив него и поэтому мне будет вполне достаточно вот такой конструкции из одного нижнего бревна и трех верхних следующий момент бревна естественно разной толщины редко бывает что вот этот костер складывается но из бревен одинаковой толщины какие бревна куда класть тонкие в середину толстые по краям или наоборот самое интенсивное горение происходит в центре этого костра соответственно в центре костра бревна будут прогорать намного быстрее самые толстые я всегда кладу в середину этого костра и чем дальше от центра тем бревна у меня тоньше 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 при укладке верхних бревен необходимо обеспечить их разведение дальних концов в разные стороны для того чтобы горение не распространялась на область которая находится за нижним бревном личный опыт подсказывает что для обеспечения достаточно длительного срока службы нижнего бревна чтобы она не не перегорала достаточно быстро необходимо выдвигать эти вот концы за край бревна примерно на 25-30 сантиметров и над верхним бревном обеспечивать расстояние где-то в семь восемь сантиметров этих 7 8 сантиметров между верхними бревнами достаточно чтобы предотвратить здесь перемещение горения древесины туда и в этом случае вот это нижнее бревно перегорит не так быстро как оно могло быть перегореть если свести концы прямо вот здесь в над нижним бревном этот костер необходимо поправлять раз в 40 минут но в зависимости от интенсивности горения вот при таком горении когда мы искусственно нет увеличивали интенсивных горения примерно за 40 минут костер пришел в то состояние когда его уже необходимо поправить что значит поправить это сдвинуть бревна друг другу если это необходимо развести концы еще немножечко побольше вот там вот сейчас видно что зазор между бревнами не тот который нам необходим 7 8 сантиметров что потому что бревно подкатилась к среднему и если это необходимо добавить вниз немножечко подкормки и костер снова минут на 40 будет давать то что нам от него нужно это тепло сейчас я сдвину сюда эти угольки поправлю здесь как заставить гореть очень влажные верхние бревна бывает так что но после дождя какую-то валежу мы поднялись земли и и распилили она достаточно влажно и горит очень неохотно что можно сделать первое конечно же что приходит в голову это снизу увеличить количество вот это вот подкормки положим сюда второе это дожигание сверху на этих верхних бревнах всякого хлама который валяется в изобилии вообще в лесу вообще вот все что угодно вот достаточно влажная выдернутая значит из-под снега сейчас лисинка такая ее даже можно не резать на какие-то короткие бревнышки а прямо вот так вот сверху положить примерно на середине выступающих частей почему на середине если положить параллельно нижнему бревну то усилиться разогрев этой части и нижнее бревно перегорит намного быстрее чем нам хотелось бы поэтому мы усилим горение вот здесь на середине выступающих частей если этого недостаточно и хочется еще больше тепла получить от костра то сверху можно положить еще одно бревно и эффект взаимного разогревания горящих поверхностей усилится еще больше эти вот верхние бревна начнут гореть не только снизу начнут гореть еще и сверху и количество тепла которое мы получим от этого костра увеличится существенно можно сказать что раза в два здесь сверху повторюсь сгорит вообще все откровенно вот сырые влажные дрова прямо вот чуть не из луж можно доставать и сверху класть в снегу мокрые насквозь которых течет капает здесь все сгорит абсолютно начинается цепная реакция до разогрева сушка выделение пироликсных газов их возгорание и костер начинает гореть еще мощнее ну все сейчас до того момента когда следующий раз костер потребует внимание к себе пройдет опять минут сорок температура увеличилась очень сильно начала гореть трава сейчас пройдет какое-то время вот здесь наверно заполыхают тоже ну и прямо уже невозможно сидеть пойду-ка я на свое место и а и и и и и Прошло 30 минут, костер снова потребовал к себе внимания. Вот видно, как ножом отрезало макушки от этих двух бревен. Сейчас я верхнее бревно уберу и первый раз за три часа я пододвину вот эти вот верхние бревна вперед. Хватило этих отрезков на три часа. Сейчас мы поправим костерок наш. Сейчас обойдусь без подкладывания сюда вниз. Будет пока достаточно этих головешек, которые нападали. Смотрим дальше, что получится. Смотрим. 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 Самый главный допинг для этого костра это горение снизу. Далее, когда верхнее бревно перегорит, я положу сверху сразу же два. И количество тепла от костра еще больше увеличится. Прошло еще полчаса. Отвалилась еще одна макушка. Ну и костер снова переводит к себе внимание. Вот что мы видим, что нижнее бревно практически полностью тригорело. Здесь может быть на час еще хватит. С начала горения костра прошло около пяти часов. Нижнего бревна хватило на пять часов. Это сырая валежина с земли. Это бревно сгорело на 50 сантиметров. Среднее бревно сгорело примерно на 70 сантиметров. И то бревно, оно потоньше, с края сгорело примерно на 70 сантиметров. Ну вот я поправил костер еще раз. Какие можно сделать выводы? Четырехметрового бревна диаметром примерно 12-14 сантиметров. Хватит на 14-16 часов горения. Сгорит оно, конечно же, не полностью. Почему его надо делать четырехметровым? Потому что, чтобы эту конфигурацию костра поддерживать, необходимо, чтобы сзади хотя бы метр оставался. Метр, может быть, даже чуть побольше. Поэтому из четырех метров за темное время суток, зимой, сгорит примерно два с половиной, может быть, три метра. Этот костер делали из валежника. То есть это влажная древесина, которая лежала на земле. Горит она, конечно же, хуже, чем сухостой, который бы стоял вертикально прямо. Поэтому этот костер, он больше горит не пламенным горением, в режиме угольного такого тления. И то на допинге постоянном. Наиболее важное значение имеет подкормка, которую мы делаем снизу. Ну и увеличивает отдачу тепла допинг, который мы укладываем сверху. Это вот всякий хлам, повторяюсь, который валяется под ногами. И его можно укладывать прямо сверху на эти бремя. Отдача тепла увеличивается существенно. А также на ускоренном видео это видно очень хорошо. Как ножом отрезают вот эти кончики. Они отваливаются. Ну и тоже создают такую вот угольную базу для этого костра. Выспаться у такого костра, конечно же, можно, но он требует к себе постоянного внимания. На сегодняшнем примере было видно, что каждые 25-30-40 минут костер требует того, чтобы его подправили, выдвинули бревна вперед, сдвинули вместе, потому что увеличивается зазор из-за сгорания. Поправили что-то здесь внизу, подложили, подправить вот эти вот верхние бревна, если они используются. В общем, каждые 30-40 минут возле этого костра необходимо производить какие-то манипуляции для того, чтобы он продолжал отдавать тепло в том объеме, которое необходимо для нормального отдыха или сна. Поэтому спать возле такого костра, еще раз говорю, можно, но тут не надо думать, что можно будет прямо сладким сном уснуть вечером и проснуться только утром. Такого не получится. Придется постоянно вставать и что-то, какие-то манипуляции с ним проводить. Чем мне нравится лично этот костер? Он мне вот тем и нравится, что возле него не скучно сидеть, возле него не скучно отдыхать. Он, так как требует к себе постоянно внимания, кто-то сдвинуть, пододвинуть, угольки внизу палочкой поворошить. Мне это доставляет лично большое удовольствие. Это первое. Ну, второе, этот костер экономичный. Этот костер греет только в одну сторону. Нижнее бревно является отражателем, оно является и топливом одновременно для этого костра, и оно является отражателем. То есть костер взад не греет, в обратную сторону. Он греет только сюда, на вас, создавая такой, ну, достаточно широкий фронт обогрева. Ух, невозможно сидеть. Создавая достаточно широкий фронт обогрева, та тепловая энергия, которую отдает горение вот этой древесины, которая тут используется, она идет только в одну сторону. Мы не греем сторону противоположную. Там, на той стороне, тепла от костра практически нет. Сейчас, конечно, вот видно, что там снизу нижнее бревно, оно прогорело, вот и в ту сторону тепловое от излучения, оно все-таки идет. Но не в том объеме, какой идет сюда. В этом основное достоинство этого костра. В том, что он греет только в одну сторону. Ну, соответственно, количество дров, которое необходимо использовать в этом костре, для получения там энного количества тепла, которое необходимо, оно сокращается в два раза. Нежели мы бы просто там кучу малу навалили какую-то из этих дров, этот костер грел бы во все стороны абсолютно. Топливо в этом костре расходуется очень экономично. И в этом его, ну, не побоюсь этого слова, гениальность. Не могу сказать, что этот костер неприхотлив к тем дровам, которые здесь необходимо использовать. Но вот как видно на этом примере, валежник взятый с земли, достаточно влажный, тоже горит, но горит на допинге. Если знать эту вот технику сжигания валежника в этом костре, тряная подкормка снизу и вот использование бревен. Сверху то, ну, даже валежник, если там нет сухостоя, например. Хотя, что за лес, в котором нет сухостоя? Лес сосновый, там елого-пихтовая, это ига. Лисквиничная, это ига. Сухостой есть всегда. Ну, мало ли, так сложились обстоятельства. Где-то ходит лесник, да, вот. И взять сухостой нет возможности. Вот, ну, на валежнике вполне можно. Валежник по закону можно собирать, использовать его. Поэтому этот костер вполне законный. На этом валежнике, конечно, тоже можно этот костер сделать. Минус этого костра, сделанного именно из валежника. Он дымит намного больше, чем костер, сделанный на сухостой. Сухостой горит пламенным горением, угольным горением, без, ну, такого значительного количества дыма. Влага, которая испаряется из валежника, не дает пиролизным газам, которые выделяются при нагревании, сгорать в полном объеме. И вот мы эти не сгоревшие газы видим в виде белого такого сизого дыма. Этот костер дымит больше, потому что влажная древесина. И если нет настойчивого ветерка, который этот дым от вас отгоняет в ту сторону, как сейчас, ну, возле этого костра, если он сделан на валежнике, можно дыма наглотаться достаточно хорошо. На этом мы сегодня закончим. Уже темнеет. Я сейчас буду пить чай, приготовлю себе что-нибудь покушать. И возле этого костерка сегодня закончу нашу съемку. Всем спасибо за внимание. Увидимся в лесу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok